Друзья, мы рады приветствовать вас на открытии 9-го Международного конкурса пианистов-любителей «Портепианные мосты» имени Натальи Добровольской. В 2011 году Наталья Добровольская впервые на этой сцене открыла Международный конкурс пианистов-любителей, которому дала название «Портепианные мосты». В 2011 году Наталья founded this competition, and she held it on this very stage, and she named it Keanu Bridges. В течение 8 лет ежегодно Наталья открывала эту конкурс и вдохновляла и участников и публику своим энтузиазмом, своей новой музыке, своим желанием дарить радость «Портепиану исполнить». For 8 years, for 8 long years, she organized this competition, and she inspired everybody with her enthusiasm, her love of life, and joy, and love of music, of course. В марте этого года Наталья не стала, но ее конкурс живет, и она живет в нем, и она живет во всех тех людях, кто ее помнит и кто знает ее сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Я приветствую всех, кто приехал сегодня на открытие 9-го конкурса, особенно тех, кто здесь, в Петербурге, впервые из зарубежных стран. Почему я хочу, в первую очередь, обратиться к ним? Потому что они являются как бы представителями музыкальной культуры своих стран, и когда они отсюда уедут, то они, наверное, унесут с собой в сердце самые теплые, самые такие яркие впечатления не только о городе, в котором это был, но и о той атмосфере, которая сложилась на протяжении уже нескольких лет. Да, все-таки, да. Не полный. Так вот, я желал бы что? Чтобы каждый из участников этого конкурса нынешнего, уезжая отсюда, сказал бы себе, «Вот я так сыграл, что без меня и моей стране народ не полный». Я желаю всех, и всем спасибо. А вот тут за нас мы благодарим Армену Григорьевичу Венихиану, который помогает в настройке инструментов. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Тареан Гелес, которая делала все афиши для всех концертов, так и пять мотов. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Ольге Бустровой и библиотеке имени Абрамова за дружеское сотрудничество и информационную поддержку нашего конкурса. До конкурса, с одной стороны, оставалось еще много времени, а с другой стороны, очень мало. То есть это несколько месяцев. Когда Наталья прошла, только 2-3 месяца было осталось. На одной стороны, это довольно долго, на другой стороны, это довольно短. И, конечно, встал вопрос, а будет ли проводиться конкурс? Потому что столько, сколько вкладывала Наталья, ничего еще сделать этого не мог. И, конечно, вопрос возникает, что будет, что победа случилась? Потому что без Натальи, люди были довольно несколькими, что они могли бы это сделать. И я говорил с подругами Натальи, членами Нарккомитета. Потому что понятно, что у них есть работа, у них есть семьи, у них есть другие дела. ... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...